напомню что снимаю я не голливудское кино с голливудским качеством а чисто любительское видео снятое с руки с плеча на ходу шофером трак-драйвером который едет по своим делам развозит грузы возвращается домой по пути с плеча снимает как может то что его заинтересовало и чем он хочет поделиться вот такой город сент-луис вот такие здесь развилки сейчас чуть-чуть и промахнулся я почти промахнулся но было еще время и вовремя перестроился вот дороги друзья вот дороги такие вот видно хорошо их здесь эксплуатируют на видели сами какие интенсивные развязки город сент-луис он расположен на границе двух штатов мы сейчас едем по штату миссури переехали реку если не ошибаюсь миссисипи друзья не успеваю все смотреть это все надо залазить в интернет тщательно готовится и лопатить информацию я еще раз говорю что у меня просто чисто любительские видео хочу поделиться со своими друзьями людям которым это интересно вот такие сырые необработанные документальные съемки вот с одной стороны город сент-луис с одной стороны он как бы делится пополам штат миссури а с другой что стороны друзья вот вот точно не скажу или но из по моему с другой стороны сверните на съезд направо если не ошибаюсь но большая часть города более развитая более большая по площади такая более как бы известная культурная она располагается вот где сверните на съезд направо где штат миссури и располагается это арка стоит а с другой стороны реки по моему штат иллинойс и меньшая часть города по моему так ребят были мы здесь почти год назад уже но не год назад нет ребят мы были осенью как раз когда ехали за вот этой машиной это был по моему конец сентября как раз мы ехали в юту и вот здесь мы останавливались около арки что еще рассказать погода отличная за бортом у нас ребят сейчас скажу 37 градусов по фаренгейту это около плюс трех градусов тепла по цельсию кора часа через два-три сядет солнца успел проехать по моему 200 или 250 миль что-то в этом районе решил поехать домой кто не смотрел мои видео еду пустой отдохну выходные и понедельник будет видно знаете как я рассуждаю как оптимист знаете пессимист смотрит на половину налитый стакан и говорит стакан на половину пустой не долили пессимист оптимист смотрит на этот стакан и говорит о стакан на половину полный полстакана у меня есть воды например да или чая или кофе кому что угодно будет так и я друзья был ураган урий значит разбилась 130 машин в каком-то штате по моему в тексасе 130 или 133 машины разбилась одни за другой как бы складывались догоняли друг друга вот и там по моему 7 человек насмерть жертвы и куча в реанимации не просто больница в реанимации были сгоревшие фуры там может быть электропроводка не выдерживала сгоревшие дома как бы потом по моему сколько-то человек погибло в тексасе я читал от холода вот поэтому многие не выходили вообще на работу не работали многие грузовики не могли доставить продукты проехать по дорогам то есть люди просто стояли в убыток себе а я друзья как бы то плана своего прям не дотянул до идеального но такую средненькую зарплату за неделю я сделал поэтому стакан наполовину полом все-таки такую как бы чуть чуть ниже средней минимальную зарплату за неделю я себе заработал не стоял в убыток как бы не жил а заработал чуть меньше средней прибыли от того что хотелось бы поэтому вот так друзья как бы смотрите сент-луис какой здоровый с пригородами тут вообще в америке интересная система вы заметили ребят что сам город даунтаун и буквально такой географический город очерченный по картам он может иметь не очень большое население людей быть известным но если брать конгломерацию то есть окружение этого города жилые районы примыкающие небольшие города поселения то он может легко перевалить за миллион ну например город вашингтон дисси как в столице америки как вы думаете какая численность самого вашингтона дисси друзья давно читал но по-моему что-то в районе всего лишь 600 600 тысяч а вот если брать с при играми с пригородами конгломерацию городов как бы большой вашингтон дисси но там что-то по разным подсчетам как считать от 6 до 8 по моему миллионов некоторые считают и 10 миллионов смотря сколько городов окружающих сам вашингтон брать вот эту всю конгломерацию пятно жилое поэтому вот так вот бывает я смотрю и сент-луис такой как бы сам по себе моего быстро проехали а вот с пригородами довольно таки просторный надо будет приехать посмотреть по моему вот с одной стороны миссури штат это большая часть города сент-луис и по моему с другой стороны или ноис мне кажется как бы пополам город бьется двумя штатами посмотрели быстро арочку друзья очень сильно трясло дороги были плохие но как мог так снял камера там еще у меня на ходу выключилась придется смонтировать друзья кусочками поэтому уж принимайте как есть еще раз напоминаю чисто любительское видео сырое с плеча нету времени ребят монтировать сидеть эффекты накладывать надо немножко поработать на вене особенно первое время надо накатать какие-то деньги какую-то подушку безопасности и так далее и тому подобное поэтому времени заниматься какими-то там монтажами на воротами компьютерными обработками совсем нет есть другие приоритеты ребят другие цели более важные чем просто сидеть за компьютером там три-четыре часа и монтировать может быть когда-то попозже когда вздохну свободнее буду этим заниматься как любимым хобби может быть когда немножко окрепну и когда семья встанет на ноги сейчас пока не до этого друзья вы не забывайте что я иммигрант я смотрю некоторые люди как бы ко мне претензии предъявляют такие но я как бы так в кавычках говорю хотят так что планка совсем высокая была что все было у меня как бы отлично в шоколаде и видео было такое голливудского качества вот и что и дышал хорошо и не кашлял не чихал и камера не дрожала и виды и панорамы друзья я иммигрант я как бы приехал у меня немножко надо знаете как поработать на основной работе основная работа это перевозка грузов немножко обрасти как говорится жирком какой-то денежной подушкой безопасности и т.д. и т.п. поэтому ребят вы уж делайте мне скидочку я не президент банка не президент корпорации а простой обычный человек эмигрировавшие по америку можно сказать с нуля с очень небольшой суммой денег вот кто-то мне писал там сколько денег вы с собой привезли озвучите сумму все расскажите друзья там просто особо и нечего рассказывать деньги совсем небольшие грубо говоря на карманные расходы на первое время чтобы продержаться минимальные такие которые очень быстро тратятся кто эмигрировал в америку он знает о чем я говорю привезенные деньги очень быстро рассасываются надо устраиваться на работу чтоб был постоянный доход вот поэтому там рассказывать особо нечего такого ничего сверхъестественного обычная история вот а как бы в общих чертах вся моя история смотрите на канале у меня в каком-то видео по-моему где-то в октябре или в ноябре в ноябре называется по-моему ура получили грин карты без собеседования там в этом ролике я по-моему он вышел после 7 ноября потому что мы получили грин карты в праздник 7 ноября ну наш российский праздник 7 ноября мы получили грин карты и вот там я в общих чертах рассказываю свою историю стараюсь подробно рассказывать друзья вот кому-то нравится что подробно рассказал кому-то не нравится говорят очень долго ты там все рассказываешь и так далее друзья но всем не угодишь кому-то расскажешь он скажет все скомканно плохо не раскрыл тему ничего не рассказал кому-то начинаешь рассказ поподробнее в основном молодежь обычно ой долго то все третье десятое ребят как мог рассказал кому интересно посмотрите я всегда смотрю чужой опыт и как бы нахожу в чужих рассказах когда люди делятся своим экспириенсом опытом полезные зерна полезную информацию для себя ну вот так ребят смотрю здесь снег лежит вовсю тоже выезжаю из города Сент-Луис в направлении города Луисвилле это я двигаюсь в направлении восточного побережья пока еще слава богу солнышко светит гораздо легче ехать все если будет что-то интересное сниму пока пока